Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Псалтирия, Бога в духовенной Псалтирии, и мы будем читать 104-й Псалом, который имеет в септуагенте, в греческом тексте, в славянском тексте надписание «Аллилуйя». То есть это хвалебный гимн. Такие Псалмы, это 104-го по 106-й, они имеют надписание вот это слово «Аллилуйя». Также 110-го по 118-й, 134-го по 135-й, 145-го по 150-й. Это написание означает, что это хвалебный гимн, который предназначен для прославления Бога. Есть предание о том, что Давид дал этот гимн Асафу и его сынам для того, чтобы они исполняли его перед Ковчегом Завета. И этот гимн начинается словами «Исповедуйтеся Господу и призывайте имя Его, возвещайте в народы дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его». То есть мы должны исповедовать Бога в еврейском оригинале, здесь дословно «Перед» получится «Благодарите Господа». То есть мы исповедуем Господа, и в то же время в этом исповедании мы можем свидетельствовать о том, что Он сделал для нас. Поэтому это исповедание, оно является нашим благодарением. И мы должны призывать Его имя и возвещать в народах дела Его. Прежде всего, очень достоверно, когда человек рассказывает о том, что Господь створил в его собственной жизни. «Воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его». «Воспойте, мы можем предположить это сообща, и пойте Ему, здесь нет автологии, воспойте, то есть все вместе, и пойте Ему каждый в отдельности в душе своей. «Оповедайте о всех чудесах Его», то есть окружающим, с благодарностью за каждое чудо, которое Господь створил в нашей жизни. «Хвалитесь святым Его именем, да возвеселится сердце ищущих Господа». И как продолжение, четвертый стих, «в защите Господа и укрепитесь, ищите лица Его всегда». То есть, с одной стороны, да, «возвеселится сердце ищих Господа», с другой стороны, «ищите лица Его всегда». Что значит «искать Его лица»? Достаточно часто я объясняю, что по Библии Бог действует в этом мире как с сокрытием своего лика, так и с открытием своего лика. И мы ищем лица Божия в этой жизни, когда мы хотим распознать тот или иной момент сложных обстоятельств в нашей жизни. Вот когда как бы не просматривается присутствие Бога, человек начинает искать лица Божия, то есть Его действия, которые могут проявляться в каких-то сложных обстоятельствах нашей жизни. Особенно это важно, когда мы теряем вот это ощущение присутствия лика Божия, открыто действующего в нашей жизни. Когда мы впадаем в состояние некого духовного ступора, когда и молитва, не молитва, и пост, не пост, и посещение храма как бы не дает нам ни радости, ни вдохновения. И в такие моменты некой такой богооставленности нам очень важно, конечно, понять, что же происходит. Для того, чтобы возвеселиться сердцем, надо искать лица Его всегда. То есть и тогда, когда нам хорошо, и особенно тогда, когда нам плохо. Чтобы дьявол не увлек бы нас в тене-то отчаяния и уныния. «Вспоминайте знамения Его, которые Он сотворил, чудеса Его и изречения уст Его». Здесь буквально с греческого «приговоры», «определения». Вот эти слова изречения уст Его. Давайте посмотрим, как это звучит с еврейского. «Помните Его чудеса, которые Он сотворил, его знамения и суды Его уст». То есть греческий перевод, он все-таки ближе к еврейскому. Потому что у нас просто изречения уст Его. На самом деле речь идет о приговорах, о определениях, о судах Его. «Семя Авраама – рабы Его». То есть подлинно рабы Божии, те, которые последуют Аврааму в вере. Как Христос говорит, что не тот от семени Авраама, кто называет себя таковым, а тот, кто делает дела, которые делал Авраам. «Семя Авраама – рабы Его». А так как Авраам наиболее в своей жизни воплотил в теологическую добродетель веру, значит, семя Авраама – это подлинно верующие. «Сыны Иакова, избранные Его». Иаков наиболее воплотил в своей жизни в теологическую добродетель любовь. Значит, верующие в Бога – это семя Авраама, а пребывающие в любви – это подлинные сыны Иакова. Не по плоти, но по духу. А могут быть по плоти и по духу. «Он Господь Бог наш, по всей земле суды Его». Потому что Бог судит не только свой народ, собственно говоря, с народа Божия начинается суд, а также Бог судит и все остальные народы. Но со Своих Он всегда начинает суды. Поэтому, когда Бог наказывает, Он наказывает сначала верующих, потом неверующих, но и когда благословляет. Он благословляет сначала верующих, потом неверующих. Так в посланиях апостола Павла, прежде всего в послании к римлянам, где говорится о положении верующего человека, которое называется восхваляющим Бога, иудеи и язычниками. Он сравнивает верующего с неверующим. При Божьем наказании, при Божьем благословении. Он вечно помнит завет свой. Если суды Бога по всей земле, то, конечно, он не забывает своих отношений ни с кем. Слово, которое он заповедовал в тысячу родов. В тысячу родов дается Божье благословение. Проклятие мы знаем до третьего-четвертого рода. Значит, Слово Божие само по себе является источником благословения. Слово, которое он заповедовал в тысячу родов. То есть это благословенное слово. Поэтому в Библии мы можем найти такое выражение благословен, читающий и слышащий слова книги сей. Которое, то есть это слово, он завещал Аврааму и клятву свою Исааку. Исаак — это тот, кто выразил библейскую, теологическую добродетель. Надежда наиболее полна. Та самая надежда, о которой в Новом Завете сказано, а надежда не постыжает. И также сказано, в надежде мы спасены. И поставил ее Иакову в закон и Израилю в Завет Вечный. То есть то слово, то благословение, которое Бог дает через пророков, Он дает как некий Завет Вечный. То есть все слова Бога, они имеют неприходящее значение. Ни об одном Слове Божьем нельзя сказать, что вот эта часть Библии не работает уже. Нет. Слово Божие живо, действенно. И острее меча поеду острову. То есть оно всегда актуально в любой своей части. Это маркианитская ересь, когда некоторые говорили, что как бы Ветхий Завет потерял свою актуальность. Вот эта часть Библии, только вот мы руководствуемся Новым Заветом. Нет. Сам Новый Завет сообщает совсем другую информацию. В Новом Завете сказано, все Писание полезно для научения, для наставления в вере, для обречения. И поставил ее Иакову в законы Израилю в Завет Вечный, эту истину, своего слова, говоря тебе, дам землю ханаанскую, удел наследия вашего. Когда они были малочислены, очень незначительны, и пришельцы в ней. Действительно, все начинается с малого стада, и церковь начинается с малого стада, и община Иакова начинается с малого стада, и оканчивается церковь тоже малым стадом, когда Христос говорит, придя на землю, сын человеческий найдет ли веру на земле, то есть верующих будет очень много, то есть их будет очень мало. И нам очень важно часто вспоминать слова Христа, который говорит, не бойся малое стадо, Отец благоволит дать вам небо. И переходили от народа к народу, и от царства к другому народу, то есть когда они скитались, никому не позволял обижать их и наказывал за них царей, говоря, не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим не делайте зла. То есть Господь строго взыскивает за любое посягательство против его помазанников, прежде всего помазанниками являются пророки, также цари, но и весь народ. В христианском понимании есть царственное священство. И хотя церковь существует между разными царями, разными народами, племенами, языками, но мы один народ. И он, то есть Господь, призвал голод на землю, всякие стебель хлебные истребил. Это та ситуация, которая была в Египте. И послал пред ними человека, то есть перед семейством Иакова, потому что голод был не только в Египте, но и в земле Ханана. В рабы продан был Иосиф, а на самом деле вот как бы тут двойственность. С одной стороны, как бы Господь послал его в Египет, а с другой стороны, он был продан в Египет. Имеется в виду, что да, он, конечно, был продан в Египет, но на самом деле это все промыслительно. Господь никогда не попускает зла, не имея намерения обратить его в добро. Стеснили оковами ноги его, то есть когда он был в рабстве, Иосиф, и в железо вошла душа его. Что это значит? То есть железными оковами он был связан в египетской темнице. И как бы жизнь его, слово душа имеет значение, жизнь, она была вот как бы привязана к этой цепи, и все было неопределено, то ли он выживет, то ли нет. Пока не пришло в исполнение слова его, имеется в виду по Афанасию Великому, то есть исполнилось толкование Иосифом снов придворных фараонов темницы. Помните, он предсказал Хлебодару и Виночерпию, и потом он был отпущен. Не сразу, но где-то года через два он все-таки был отпущен. Пока не пришло в исполнение слова его, тогда слово Господне воспламенило его, воспламенило по-славянски роже, озарило, как бы огнем очистило его дух страданиями. по Феодориту Кирскому и открыло ему сон фараона и его смысл. Послал за ним царь и разрешил его владетель народов, это фараон, и освободил его, и поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим. Действительно, Иосиф премудрый, Иосиф прекрасный, стал вторым человеком после фараона в Египте. Чтобы он наставлял вельмож его как себя. Имеется в виду, чтобы он наставлял вельмож его, то есть фараона, как себя, то есть как он сумел сам самоорганизоваться, чтобы он также и сорганизовал вельмож фараона. И старейшин учил мудрости. То есть этот молодой человек в 30-летнем возрасте, кстати, Иосиф становится правителем Египта. Посмотрим, как 22 стих звучит по еврейскому прочтению. Заключать своих вельмож по воле его и старцев своих умудрять. То есть он, значит, как бы суды творит над этими людьми, будучи вторым человеком после фараона, и обучает мудрости. Старейшин учил мудрости. А какой же мудрости старейшин учит Иосиф? Конечно, единобожию. И действительно, в истории Египта мы видим, что был период Эхнатона, Эхмапета, Рамсеса, который устанавливал по всей земле египетской единобожие. А понять, почему он принял такое решение, достаточно сложно. Возможно, что это влияние как раз Иосифа, Иосифа, который обучал мудрецов Египта именно единобожию. Потому что в этом высшая мудрость, что есть только один творец этого мира, один хозяин в этом мире, Адонай-Хат, Господь Един. И далее читаем. И пришел Израиль в Египет, и Иаков переселился в землю Хама. Египет – это Мицраим, это потомки Хама. И весь дом Иакова переезжает к Иосифу, когда был голод. И весьма размножил он народ свой, то есть в Египте, и сделал его сильнее врагов его, тех, которые прежде всего жили в земле обетованной. И далее мы читаем 25 стих. И возбудил, что значит возбудил, по-славянски преврати, то есть изменил в сердце их, то есть египтян, которые с благодарностью относились к евреям, потому что мудрая политика Иосифа спасла их от голода. Там было 7 лет хорошего урожая, 7 лет засухи, голода. Но Господь не хотел, чтобы народ Божий оставался в Египте, поэтому Он побудил египтян, поменяв их сердечное расположение к евреям, чтобы они начали выдавливать как бы из своего общества Божий народ. И возбудил в сердцах их ненависть к народу Его и коварство, по-славянски лесть сотворите. Там в книге Исход сказано, 1.10, египтяне сказали, перехитрим Его, правда не очень понятно, кого, то ли народ еврейский, то ли Бога евреев. И возбудил в сердце их ненависть к народу Его и коварство против рабов Его. А в чем заключалось это коварство? Египтяне изменили отношение к евреям, потому что Господь как бы поменял движение их сердца по отношению к евреям. Это мы видим из этого стиха. И египтяне стали бояться евреев, что их очень много. И они сказали, перехитрим Его. И вот тут действительно непонятно в книге Исход, то ли они говорят о народе еврейском, то ли о Боге евреев. А в чем же хитрость? Как можно перехитрить Бога? Есть такое истолкование, что египтяне, которые были очень образованными людьми, наученные о мудрости, в том числе и божественной, от Иосифа, о чем мы читали, они знали, что Бог больше на землю потоп не пошлет. Так что Бог сказал, потопа не будет. И они решили перехитрить как бы вот этот замысел Бога, больше не посылать потоп, и сдали повеление топить еврейских детей. А в мире действует принцип мера за меру. То есть если ты сжигаешь людей, тебя самого сожгут. А вот они стали топить, думая, что Бог-то уже не пошлет потоп, и на землю. Иначе Бог будет не верен своему слову. А потом они все-таки утонули. Когда они погнались за евреями, они сами въехали в середину моря, когда вода раступилась, и потонули те, которые топили детей и думали обхитрить Бога. Но в конце концов, они оказались в той ловушке, которую сами расставили для Божьего народа. Как и нечестивый Аман, он сделал висельницу для Мардахия и сам был повешен на этой висельнице. Послал тогда Моисея, то есть Господь тогда послал Моисея, раба своего Аарона, которого избрал себе, вложил в них слова, имеется в виду, что Афанасий Великий пишет, то, что Моисей и Аарон предвозвещали о казнях египетских, вот эти слова, вложил в них Бог, о знамениях своих и чудесах своих в земле Хама, это десять казней, послал тьму и навел мрак. Ну, здесь кто-то может задать вопрос, а разве тьма не есть мрак? А мрак не есть тьма. Тьма — это осязаемая тьма египетская, а мрак — это ужас, который возникает от этой тьмы. Поэтому это не одно и то же. Ибо они воспротивились словам Его. А почему вот? Потому что они воспротивились словам Бога, на них присылается мрак. Где тут мера за меру? Слава Бога — это свет. И те, которые воспротивились свету, они оказались во мраке. Поэтому все очень логично. Воспротивились по-славянски. Приогарчиша, то есть египтяне с фараоном, воспротивились словам Его. Превратил воды их в кровь и уморил рыб их. Во-первых, суды Божьи были над богами Египта, а египтяне считали богом солнце. Поэтому свет, солнце прекратился. Была тьма. Потом египтяне поклонялись Нилу. Они считали, что это божество, эта река. И там вся вода превратилась в кровь. И воссмердил весь Нил, и умерли все рыбы, и уморил рыб их. Тридцатый стих. Закипело, закипело, по-гречески, как бы забурлило, по-славянски, вскипе, земля их жабами, даже в сокровищнице царей их. То есть воскишило, как вот пузыри поднимаются, кипящие когда вода, и вот жабы, они умножались, умножались. И с текста исход, там как бы говорится сначала об одной жабе, а потом она как бы распадается на множество-множество других, если вот в оригинале смотреть, там получается так. Закипела земля их жабами, то есть как кипящая вода выливается из кастрюли. Даже в сокровищницах царей их, то есть даже в скрытых местах появились эти жабы. Он рек, то есть он сказал, здесь немножко непонятно, кто, или Моисей, или это Господь, но в любом случае, Моисей говорил то, что Господь повелевал ему, точнее было так, Господь говорил Моисею, Моисей говорил Аарону, а Аарон произносил эти слова. Он рек, и явились пёсьи-мухи, и мошки во всех пределах их, от этих пёсьих-мух, трудно было куда-то спрятаться, они сжалили язычников. Вместо дождя послал им град и огонь. Град и огонь имеется в виду, что такое чудесное явление, что как бы внутри этих градин было и пламя, то есть несовместимые вещи, лёд и пламя, то есть совершенно что-то такое несовместимое. Буквально обратил дожди их в град, в град, и огонь, то есть град падал, и всё воспламенялось. Попаляющий землю их, град, попаляющий землю их, потому что внутри был огонь. И побил виноградники их, и смоковницы их, в то же время попалил, и сокрушил всякое дерево в пределах их, в пределах их, сказал, и явились саранча, и гусеница без числа, и поели всю траву в земле их, и поели все плоды в земле их. Это тоже наказание. И поразил всякого первенца, это вот десятая казнь, самая страшная, в земле их, и начаток всего приобретённого от труда их. Начаток всего приобретённого. То есть о чём это? Текст сложный, давайте посмотрим, как это звучит с еврейского, 36-й стих. И поразил он всякого первенца на их земле начаток всякой силы. То есть здесь имеется в виду, что первенец и есть начаток всякой силы, потому что родители трудятся ради своих детей. И наследником является именно первенец. А здесь начаток всего, первенец, приобретённого всего от труда их, он умирает, и как бы непонятно, кому это всё достанется. И вывел их, то есть после десятой казни египтяне стали прогонять евреев из Египта. На самом деле Господь вывел их, израильтян, это дополнение присутствует в синодальном переводе, и вывел их серебром и золотом, и не было больного в коленах их. То есть египтяне были так напуганы смертью первенцев, что они давали евреям серебро и золото, и говорили, побыстрее уходите, побыстрее уходите, иначе мы все умрём. Обрадовался Египет и шествию их, ибо напал на него, то есть на египетский народ, страх пред ними, пред евреями, распростёр облако в покров им, то есть Господь вёл их днём огненным таким столпом, указывая дорогу, и огонь, огненный столб, чтобы светить им ночью, чтобы светить им ночью. просили они и налетели перепелы и хлебом небесным насыщал их в пустыне, они однажды очень залкали мясной пищей, и они стали просить у Бога, и Моисей помолился, и налетели перепелы, их ветром пригнал и сбросил на землю, и все наелись. А то, что хлебом небесным питал и Господь, хлеб небесный это ман, манна небесная, которая по вкусу была, как сказано в Библии, как пресная лепёшка с мёдом, но есть предание, что ман обладал удивительными свойствами, вот когда человек вкушал ман, что ему очень хотелось есть, вот такой вкус он и чувствовал, вкушая ман. и хлебом небесным насыщал их. Хлеб небесный это прообраз Евхаристии, Христос сам говорит о себе, я есть хлеб, сошедший с небес. Растур камень, то есть когда была жажда и не было воды, и потекли воды, то есть из камня, потекли реки в безводных местах, здесь может быть как бы игра слов, из камня текет вода, народ, как реки, двигаются в этих безводных местах. В еврейской экзегезе присутствует такое предание, что потекли реки, то есть их сопровождал некий колодец, который как бы двигался вместе с ними по пустыне, но это такая легенда, движение некой реки, некого ручья вместе с ними в безводных местах. Ибо он, то есть Господь, вспомнил святое слово свое, которое он сказал Аврааму, рабу своему. А какое слово Господь сказал Аврааму, рабу своему, когда Авраам приносил до горя Бориа в жертву Исаака, сына своего, в лице Исаака, он приносил в жертву весь еврейский народ. Если бы он принял жертву Исаака, то не было бы ни одного еврея. И Господь остановил это жертвоприношение, и Бог сказал клянусь сам собою. То есть Бог поклялся сам собою, такого больше нету нигде в Библии, что он не оставит этот народ. Ибо он, то есть Господь вспомнил Святое Слово Своё, которое сказал Аврааму, рабу своему, скорее всего, вот это слово, когда Бог поклялся сам собою, что он не оставит этот народ. И извёл народ свой в радости и избранных своих веселья. А, кстати, радость и веселье это то, что связано с исполнением заповедей. В Писании это не просто отвлечённые понятия, когда вот вместе радость и веселье в книге Второзакония прямо говорится о том, что закон можно исполнять только с радостью и с весельем. Если без радости и веселья Бог не принимает такое исполнение заповедей. И отдал им области язычников, то есть в Ханаане, куда они входят уже во главе с Иисусом Навином, и они наследовали приобретённое от труда народов, имеется в виду. Они заселили те дома, которые там были уже построены, те города, те селения, которые были уже построены, они как бы над этим ни над чем не трудились. Чтобы соблюдали уставы его, а вот здесь объяснение, а для чего Господь даёт такие преимущества. Чтобы соблюдали уставы его и хранили закон его. По-славянски взыщут, то есть не просто оберегать будут закон, охранять его, они должны взыскать его, то есть алкать и жаждать, вожделеть праведности закон его. И Господь оговаривает в той же книге Второзакония, что да, я вам дам всё и землю туда, но если вы не будете поступать по моим законам, уставам, постановлениям, я вас сгоню с этой земли. И Господь говорит также евреям, в Библии мы это видим, я вам даю эти земли не потому, что вы лучше других людей, а это связано с тем, что народы, которые там живут, они настолько грешны, что уж дальше некуда. И вот это перекликается со словами отца Сергия Булгакова, у него есть книга, она называется «Православие», и в этой книге он пишет «Бог из всех народов избрал один христианский народ, из всех христианских церквей Господь избрал одну православную церковь, но он её избрал не потому, что мы лучше других людей, а наоборот». Помните, как апостол Павел пишет «А кто вы призванные? Мало из вас что-либо значущее, но Бог избирает ничего незначущее, чтобы посрамить значущее». И как Христос говорит, когда званные не пришли на брачный пир, идите собирайте всех кривых, убогих, и ими пусть наполнится этот брачный пир. Итак, этот псалом, Псалом 104, он рассказывает как бы священную историю, начиная от Авраама, от дней Иосифа, и до исхода из Египта, и до вхождения в землю обетованную. И он начинает со словом «Аллилуйя», это псалом «Восхваление», потому что было за что восхвалять Бога, который через такие трудности, сложные обстоятельства провел свой народ в те древние времена. И давайте окончание этого псалма прочитаем вот с 37 стиха и ниже, как это звучит в более дословном переводе. «И он их вывел серебром и золотом, и не было среди его колен преткнувшегося. Мицраим, то есть египтяне, радовался их исходу, ибо напал на них страх пред ними. Он завесой растелил облако и огонь, чтобы светить ночью. Народ просил, и он доставлял перепелов и хлебом небесным он их насытил, раскрыл скалу и потекли воды, прошли реки по местам засушливым, ибо он помнил свое святое речение Авраама, раба своего, и вывел он свой народ с весельем, с ликованием избранных им, и он дал им земли племен и труд народов они унаследовали, чтобы соблюдали они его законы и его учения хранили, восхвалите Господа. Здесь мы видим незначительное отличие в конце 45 стиха, в отличие от Септуагинты и славянского текста, здесь добавление восхвалите Господа, а это добавление оно соответствует как бы началу этого псалма, где тоже говорится о необходимости восхвалять Господа, петь имени его великому и чудному. желаю, что петь может, льжи, 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 гляхи, льжи, льжи, льжи,